31 декабря 1932 года. Настроение у Гитлера и у его партии хуже некуда. До прихода к власти Гитлер и его аппарат находились в этом здании, в партийном квартале, в самом центре Мюнхена. В тот же день вечером на новогодней вечеринке Геббельс скажет Гитлеру, многозначительно, я желаю вам власти. Потом Геббельс много раз вспомнит свои слова, считая себя пророком. В конце 1932 года нацистская партия несла потери. Избиратели уходили коммунистам и националистам. Разочаровавшиеся сдавали партбилеты. Партийный аппарат израсходовал все ресурсы и остался без денег. Не на что было вести избирательные кампании. Касса опустела. Больше всех пострадали штурмовики. Им срезали зарплату. Наверное, это были худшие дни для Гитлера. Казалось, дело всей его жизни проиграно. Да, он пребывал в отчаянии. Но ровно через месяц, 30 января 1933 года, фюрер станет канцлером Германии, возглавит правительство и переберется в здание имперской канцелярии, откуда его вынесут уже только вперед ногами. Что же приключилось всего за месяц после тоста, произнесенного руководителем столичной партийной организации Йозефом Геббельсом? Каким образом власть оказалась в руках человека, который погубит миллионы людей, изменит судьбу не только собственной страны, но и всего мира? Все эти десятилетия историки задаются вопросом, почему его никто не остановил? Противниками Гитлера были две крупнейшие партии – социал-демократическая и коммунистическая. Вместе они представляли большинство жителей страны. Гитлера не любили и презирали все ключевые фигуры тогдашней Германии, начиная с президента генерал-фельдмаршала Павлю фон Гинденбурга и командования Рейхсфера. 8 ноября 1942 года Гитлер выступал здесь, в Мюнхене, по случаю очередной годовщины пивного путча, когда нацисты в первый раз и безуспешно пытались захватить власть. «Надо мной, — говорил Гитлер, — всегда смеялись, как над пророком. Но те, кто смеялся тогда надо мной, уже не смеются. А если кто-то еще продолжает смеяться, то очень скоро перестанет это делать». Какая же загадка кроется в этом внезапном приходе Адольфа Гитлера к власти? Какие колдуны ему выражили? «Все, что было раньше разрушено, — кричал Гитлер на митингах. Все, что прежде казалось великим, — растоптано. Мы видим одну ошибку за другой, крах за крахом, бедствие за бедствием. Робость, литургия, безнадежность — вот что мы видим. Миллионы людей потеряли свои сбережения. Миллионы остались без работы. Но люди, виновные в наших несчастьях, все еще у руля. Мы их уничтожим. Вы должны мне верить. Со скептиками невозможно завоевать мир. С ними нельзя штурмовать ни небеса, ни государство». 1 января 1933 года центральный партийный орган газеты «Фелькершер-Биобахтер» опубликовала обращение Гитлера к штурмовым отрядам, СС, молодежным организациям и крестьянам. Редакция газеты находилась здесь же вместе со всем партийным аппаратом. Нацисты делали ставку на молодых людей, жаждавших карьеры. Для них политика — это были не дискуссии и не поиски компромисса и согласия в парламенте. Они считали политикой навязывание собственной воли с помощью грубой силы. «Это было поколение, вышедшее из войны», — вспоминал партийный секретарь Гамбурга Альберт Крепс. Вера партийной молодежи-фюрера, физическая энергия поставили партию в более выгодные условия по сравнению с буржуазными партиями. Молодые карьеристы вытесняли старшее поколение националистов и были благодарны фюреру за то, что он дал им шанс продвинуться. Гитлер поощрял тех, кто сам прорывался наверх. В 1928 году Гитлер ввел в партийную практику то, что раньше у него сделал Сталин. Местных партийных секретарей стали не избирать, а назначать. И отныне они зависели исключительно от расположения фюрера. 3 января Гитлер выступал в Мюнхене на партийной конференции, посвященной крестьянским делам и положению в сельском хозяйстве. Он обещал резко ограничить, а то и вовсе прекратить ввоз импортного продовольствия, помогать деньгами селу. Поддержка нацистской партии в сельских районах увеличилась чуть ли не в 10 раз. Нацисты считали, что крестьяне – опора нации. А враги немцев – это лишенные корней городские жители-космополиты. Выдвинув лозунг «Прав и свобод человека», они разорвали мистическую связь между народом и землей. Она превратилась в товар, который продают и покупают. Но земля, настаивали нацисты, может принадлежать только настоящим немцам. Люди чуждой крови не станут заботиться о земле. Нацизм был идеологией отсталого общества, сопротивлявшегося переменам. Германия оставалась аграрной страной. Большая часть населения страны жила в деревнях и небольших поселках, а не в городах. Зависела от сельского хозяйства или, как минимум, еще морально не оторвалась от деревни. Когда нацистские идеологи славили патриархальную и крестьянскую жизнь, они находили отклик в деревне. Крестьяне голосовали за Гитлера. Рабочие до экономического кризиса хранили верность социал-демократам и коммунистам. А средний класс побаивался нацистов за их социалистические лозунги. Так что численность гитлеровской партии не превышала 75 тысяч человек. Ее семь депутатов в Рейхстаге были незаметны. Жестокий кризис стал для Гитлера подарком судьбы. Шесть миллионов немцев остались без работы. Царила безысходность. Самоубийство, падение рождаемости, ощущение полного краха. Казалось, Германия никогда не оправится. В нацистскую партию записалось почти полтора миллиона человек. Все политики наперебой пытались успокоить немцев. Гитлер, напротив, говорил о том, что страну постигла катастрофа. Призывал свергнуть существующий строй и создать новую Германию. В марте 1930 года ушел в отставку последний кабинет министров, сформированный парламентским путем. Герман Мюллер стал и последним социал-демократом на посту канцлера. Это было не счастливое время для Германии, но счастливое для Гитлера. Правительство возглавил Генрих Брюнинг, лидер сравнительно небольшой католической партии Центра. В Первую мировую он ушел на фронт добровольцем, служил пулеметчиком, и это вызывало симпатии военных. Брюнинг был оригинальным политиком. Отказывался от автомобиля, ездил на автобусе и каждый месяц возвращал в кассу часть своего жалования, которую не успевал истратить. Генрих Брюнинг предложил сбалансировать бюджет единственным разумным образом – ввести новые налоги и сократить расходы. Но Рейхстаг 16 июля 1930 года проголосовал против. Канцлер распустил Рейхстаг и назначил новые выборы. Заводы закрывались. Страх безработицы и нищеты распространился по стране. Немцы не собирались голосовать за умеренных политиков. Нацисты завоевали 107 мандатов и стали второй по значению партии в Рейхстаге после социал-демократов. Против нацистов голосовали только промышленные и католические районы. В столице нацисты собрали в 10 раз больше голосов, чем два года назад. Завоевывая на свою сторону рабочий класс Берлина, Геббельс провозглашал – ни одного завода без партийной ячейки. Но это вовсе не означало, что нацистам никто не противостоял. В Пруссии, которая составляла две трети Германии, существовало социал-демократическое правительство во главе с Отто Брауном. Он правил твердой рукой, и его прозвали «красным царем Пруссии». Браун был противником Гитлера, как и министр внутренних дел Пруссии Альберт Гржезинский, бывший рабочий металлург. 30 июля 30-го года Министерство внутренних дел Пруссии постановило, на государственной службе не могут находиться чиновники, состоящие в коммунистической или нацистской партии, поскольку обе партии ставят перед собой задачу уничтожить республику. 10 ноября министр Гржезинский приостановил выход нацистской газеты «Ангриф». Атака. Это был еще один сильный удар по нацистам. 4 декабря 30-го года в Берлине состоялась премьера, снятого американскими кинематографистами антивоенного фильма по знаменитому роману Эриха Мария Ремарка «На западном фронте без перемен». Это история потерянного поколения, молодых немцев, которых заставили умирать в никому не нужной войне. Геббельс, несколько депутатов от нацистской партии и еще 200 штурмовиков явились в кинотеатр, забросали зал дымовыми шашками и сорвали сеанс. 10 декабря министр внутренних дел Пруссии запретил нацистам устраивать демонстрации в Берлине. Но консерваторы и националисты ненавидели социал-демократов. И они не позволили прусским властям вытеснить нацистов на обочину политической жизни. От президента страны Гинденбурга потребовали, чтобы он вмешался и запретил показ фильма, оскорбляющего чувства ветеранов. Фильм запретили. Затем президента уговорили ввести в Пруссии прямое правление под тем предлогом, что местные власти не в состоянии обеспечить порядок. Фактически это был государственный переворот. Разгон прусского правительства устранил еще одно препятствие на пути нацистов к власти. Гинденбурга убедили встретиться с Гитлером. Встреча оказалась неудачной для фюрера. Президент считал нацистов более социалистами чем националистами. Его раздражало их скандальное поведение на улицах. И прусскому фельдмаршалу совершенно не понравился фюрер Алистант, еще недавно сидевший здесь, в тюрьме. Когда Гитлер ушел, президент страны презрительно заметил, этот богемский ефрейтор желает стать рейхсканцлером? Никогда! Я дам ему должность начальника почты. Пусть лижет мне задницу на почтовых марках. В 1932 году заканчивался президентский срок Гинденбурга. Объявили выборы. Фюрер не знал, что практичнее – поддержать Гинденбурга или самому участвовать в выборах. Выступить против фигуры, которая воспринималась как символ единства нации, опасно. И все-таки решился. Один миф бросил вызов другому. Рядом с престарелым фельдмаршалом вождь нацистов казался олицетворением молодости и силы. Гиббельс разъяснял местным партийным комитетам. Наш главный лозунг таков. Те, кто хочет, чтобы все оставалось как есть, голосуют за Гинденбурга. Те, кто желает перемен, выбирают Гитлера. А ведь у Гитлера все еще не было даже немецкого гражданства. К тому же он был судимым. Здесь, в Мюнхенской тюрьме, Ландсберг. И по сей день помнит своего знаменитого арестанта. Он был лидером партии, которая получила в Рейхстаге 107 депутатских мандатов, а сам он не мог быть даже депутатом. В конце 1931 года начальник берлинской полиции предложил выслать Гитлера из страны как нежелательного иностранца с судимостью. Но федеральные власти прусских социал-демократов не поддержали. А это была последняя возможность избавить Германию, да и весь мир, от Адольфа Гитлера. В маленькой земле Брюнсвик министром внутренних дел стал член нацистской партии Дитрих Клагес. Он оказал фюреру неоценимую услугу. Назначил его профессором местного технического университета. Таким образом фюрер стал государственным служащим. И 26 февраля 1932 года автоматически обрел гражданство, право избирать и быть избранным. 13 марта 1932 года прошел первый раунд президентских выборов. Гинденбург получил 49,6% голосов. Гитлер оказался на втором месте, 30,1%. Коммунисты отказались выступить вместе с социал-демократами и раздробили голоса тех, кто был против и фашистов, и националистов. Во втором туре, 10 апреля, за Гинденбурга проголосовали 19 миллионов немцев. За Гитлера 13,5 миллионов. Больше, чем ожидалось. Многие коммунисты доказывали, что во время второго тура нужно голосовать за кандидатуру Гитлера, ибо приход к власти Гитлера приведет к ускорению революционной развязки. В борьбе за президентство Гитлер предстал перед страной в роли очевидного наследника Гинденбурга, символа уходящей эпохи. Выступая в Мюнхене, он говорил, «У меня очевидное преимущество над моим главным соперником. Президенту 85 лет, а мне 43, и мой голос звучит над всей Германией, как колокол». Летом 1932-го новым канцлером стал Франц фон Паппен. Вот ключевая фигура всех интриг последнего года существования Веймарской республики. Вот политик, который в зубах принесет Гитлеру пост главы правительства. Молодой, стройный, с волосами подстриженными бобриком, со светло-голубыми глазами, выступающими вперед зубами и искусственной улыбкой на устах, фон Паппен представляет собой человека хитрого и весьма склонного к интригам. Таким его увидела знаменитая в ту пору французская журналистка Женевьева Табуи. Франц фон Паппен, католик-аристократ из Вестфалии, служил в том же полку, что и сын президента Оскар фон Гинденбург. Аристократические манеры и происхождение Паппена импонировали президентом. Новый глава правительства тоже не имел достаточной поддержки в Рейхстаге и вновь его распустил. 31 июля 1932 года Национально-социалистическая немецкая рабочая партия одержала победу на выборах. Председателем Рейхстага избрали второго человека в партии, Германа Геринга. Францу фон Паппену выборы не помогли. Через полтора месяца, 12 сентября, коммунисты предложили вынести правительству вводом недоверия. Гитлер решил продемонстрировать стране свою силу. Велел депутатам-нацистам вместе с коммунистами свалить правительство. Но вот что интересно, Паппен нисколько не обиделся на Гитлера. 4 января в Кёльне тайно встретились Адольф Гитлер и Франц фон Паппен. Вот о чем они договорились. Социал-демократы, коммунисты и евреи должны быть исключены из политической жизни. Стране нужно новое правительство, которое возглавит Адольф Гитлер. Но оно будет коалиционно. Если Гитлер становится рейхсканцлером, сказал он, он готов согласиться на то, что министры будут представлять другие партии. Франц фон Паппен был полностью поглощен борьбой с тем, кого считал своим главным врагом. Это был генерал-лейтенант Курт фон Шляйхер. В юности они вместе учились в военном училище, но друзьями не стали. Армейская верхушка была очень влиятельной в Берлине, поскольку президент Гинденбург прислушивался к товарищам по оружию и особенно к Курту фон Шляйхеру. Когда Паппен не удержался в кресле канцлера, Курт фон Шляйхер уговорил Гинденбурга поручить правительство ему, Шляйхеру. 2 декабря 1932 года отставной генерал-лейтенант стал канцлером, фактически последним в истории Веймарской республики. Генерал Шляйхер рассчитывал привлечь нацистов к формированию правительственной коалиции. И генерал встретился с Гитлером, который еще недавно сидел за решеткой здесь, в Мюлхенской тюрьме Ландсберг. Но теперь все это было забыто. Нацисты впервые участвовали в закулисных переговорах о формировании кабинета министров. Но взгляды и политика Шляйхера были неприемлемы для Гитлера. Генерал не был реакционером. Разумно полагал, что правительство не может действовать без поддержки общества. Он находился под влиянием молодых интеллектуалов, считавших, что Германии следует избегать крайностей и радикального социализма, и злобного национализма. Шляйхер намеревался завоевать на свою сторону широкие массы, обещав борьбу с безработицей. Выступая по радио, обнародовал программу создания рабочих мест. Но профсоюзы его не поддержали, а социал-демократы отказались войти в правительство. В те месяцы решительно всем катастрофически не хватало дальновидности. И каждый шаг, продиктованный мелкими политическими интересами, открывал дорогу нацистам. Летом 1932-го Гитлер был уверен, что ему, как лидеру крупнейшей фракции в Рейхстаге, доверят формирование правительства. Поэтому сказал генералу Шляйхеру, что готов стать канцлером. И потребовал для своей партии портфели министров внутренних дел, юстиции и сельского хозяйства. Однако Шляйхер ему ничего не предложил, и Гитлер вернулся к себе в самом дурном расположении духа. Гиббельс записал в дневнике, если мы получим власть, мы ее никому не отдадим, другие получат ее только через наши трупы. Как в воду смотрел. Только когда главари нацистов станут трупами, Германия вернется к нормальной жизни. Гинденбург не хотел менять правительство и в особенности не желал делать канцлером Гитлера. Тем не менее, вынужден был принять вождя партии, от которой зависело голосование в Рейхстаге. Президент разговаривал с Гитлером весьма пренебрежительно. Предложил присоединиться к действующему правительству. Фюрер требовал права самому сформировать кабинет министров. Президент твердо ответил, что долг перед Богом, совестью и Отечеством не позволит ему передать правительство в руки одной партии, тем более партии, которая предвзято относится к людям, придерживающимся иных взглядов. Адольф Гитлер покинул президентский дворец в гневе. Геббельс записал в дневнике. Фюрер вернулся менее чем через полчаса. Все кончилось провалом. Он ничего не добился. Фюрер должен удовольствоваться постом вице-канцлера. Первый раунд проигран. Гитлер чувствовал себя униженным и жаждал мщения. Отказ президента назначить в рейх с канцером оказался болезненным ударом для нацистской партии. Нацисты уже рассчитывали на победу и жаждали власти. Штурмовики хотели получить дивиденды и хлебные места. Опасаясь недовольства и даже бунта, Гитлер отправил штурмовые отряды в двухнедельный отпуск. Последние выборы в ноябре 1932 года оказались неудачными для партии. Нацисты потеряли 2 миллиона избирателей и 34 мандата. А ведь Гитлер выступал каждый день, переезжая из города в город. Пик его популярности был пройден. Началось разочарование в нацистах. И тут совершенно неожиданно пришло спасение в лице Паппена, которого сжигали нереализованные амбиции и ненависть к главному сопернику, генералу Шляхеру. 9 января Франс фон Паппен пришел к президенту Гинденбургу и сказал, что он способен вовлечь нацистов в правительство на разумных условиях. Такое правительство получит, наконец, поддержку в Рейхстаге и сможет нормально работать. Да, Гитлер станет рейхсканцлером, но он, Франс фон Паппен, будет вторым человеком в правительстве, и он сможет сдерживать фюрера. Говорят, что предвоенная Германия – это была республика без республиканцев, демократия без демократов. Веймарская конституция была рассчитана на желание граждан принять демократическое политическое устройство, требующее осознанной ответственности. Но далеко не все были к этому готовы. Между людьми демократических убеждений не было единства. Все сколько-нибудь заметные фигуры находились в ссоре друг с другом. Раскол в среде демократов, их почти мистическая неспособность к консолидации, неумение разглядеть и оценить реального врага оказались роковыми для судьбы демократии в стране. Не удалось создать блок умеренных, сознающих свою ответственность партий, поддерживающих Конституцию и тем самым дать отпор экстремистам. Партийные или личные симпатии и антипатии возобладали над общегосударственными интересами. 15 января генерал Шляхер встретился с австрийским министром иностранных дел. Уверенно сказал ему, Гитлер не проблема. Его движение больше не представляет политической опасности. Это забота вчерашнего дня. Шляхер считался мастером интриги. Но в те месяцы Папин его переиграл. Он хотел не только вернуться к власти, но и отомстить Шляхеру. И еще неизвестно, какое чувство было сильнее. Один немецкий писатель, которому суждено было погибнуть в концлагере накануне прихода национальных социалистов к власти, разочарованно писал, что я должен делать? Бороться за республику? За какую? За эту? Да она сама этого не хочет. Многие считали, что республика разложилась, и незачем пытаться ее улучшить. Пусть она развалится, а на ее месте возникнет нечто новое, светлое и прекрасное. Левые насмешливо наблюдали за Гитлером и его штурмовиками. И говорили, что, пожалуй, даже имеет смысл дать фюреру власть на короткое время, чтобы он поскорее проявил свою несостоятельность и с треском провалился. 17 января в Берлине Адольф Гитлер встретился с Альфредом Гугенбергом, основателем немецкой национальной народной партии. Гугенберг высокомерно и наивно решил, что он сможет использовать Гитлера в своих интересах и дал ему то, чего так остро не хватало нацистам – доступ к средствам массовой информации. Один из самых богатых немцев, Альфред Гугенберг, требовал введения протекционистских пошлин, которые оградили бы немецкое сельское хозяйство от иностранной конкуренции. Аграрное лобби, требовавшее списания долгов и сокращения импорта продовольствия, уговаривало президента поставить Гитлера во главе правительства. 18 января Гитлер и Франц фон Паппен встретились вновь. Гитлера сопровождали Гесс и Гиммлер. Но разговор шел один на один. Остальные сидели в соседней комнате и ждали, договорятся или нет. Беседовали два часа. Паппен предложил сделку. Он поможет Гитлеру стать канцлером, если тот готов поделиться властью, и они станут управлять Германией вдвоем. Гитлера предложение устроило. Теперь уже Паппен мог сквитаться с генералом Шляхером. Оставалось убедить президента, что Гитлер способен сформировать правительство, и в этом нет ничего страшного. Гитлер доказывал Паппен Гинденбургу, ослаблен неудачей на выборах и разбродом в партии. В правительстве, где нацисты получат всего несколько постов, Гитлер будет связан по рукам и ногам. Франц фон Паппен самодовольно говорил своим друзьям о фюрере. Вы будете удивлены, мы его наняли. 20 января Франц фон Паппен вновь пришел к Гинденбургу и на сей раз уже настойчиво рекомендовал назначить Гитлера на должность рейхсканцлера. При разговоре присутствовал сын президента и одновременно его адъютант Оскар фон Гинденбург. И он поддержал идею поручить Гитлеру сформировать правительство. Республика воспринималась как воплощение культурного распада и морального банкротства. Вину за экономические проблемы люди приписывали парламентскому устройству. Ответственность за неурядицы возлагали на демократов. Национальные социалисты собрали всех, кто был недоволен республикой. 20 января нацисты и коммунисты вместе выступили в Рейхстаге против правительства. Коммунисты вовсе не считали Адольфа Гитлера и его партию своим главным врагом. Они в основном сражались против социал-демократов. Таковы были инструкции Москвы. Их рьяно притворял жизнь председатель партии Эрнст Тельман. Он станет одной из первых жертв, когда нацисты придут к власти. В июне 1932-го Эрнст Тельман запросил Москву. Можно ли сотрудничать с социал-демократами, чтобы не допустить избрания нациста председателем прусского парламента? Москва ответила. Никаких переговоров с социал-демократами. Председателем прусского лонтага стал нацист. Руководители Компартии, подчиняясь приказам из Москвы, фактически делали все, чтобы ускорить победу национальных социалистов. Вожди Компартии были уверены, что загнивающий капитализм форсированным маршем движется к своей гибели. Если Гитлер придет к власти, он только ускорит пролетарскую революцию. Коммунисты недооценивали решимость фюрера и возможности нацистов. Зато переоценивали свой потенциал. Конечно, никто не ведает своей судьбы, но невозможно не задать вопрос. Как эти люди, профессионально занимавшиеся политикой, могли быть настолько близоруки, чтобы желать победы своим злейшим врагам? Ответ прост. Таковы были указания Москвы. На вопрос, кого нужно раньше разбить, фашистов или социал-фашистов, то есть социал-демократов, давался ответ социал-фашистов. Сталин считал социал-демократов главным врагом. Идеология и мораль нацистов были ему понятнее, чем демократические принципы и убеждения социалистов. Поэтому с Гитлером он в 1939 году поладил быстро и легко. 2 ноября 1932 года в Берлине нацистская парт-организация транспортных рабочих объявила забастовку. И коммунисты присоединились к нацистам. Йозеф Геббельс выступал вместе с коммунистическими вожаками. Сохранились фотографии, на которых он запечатлен рядом с руководителем берлинских коммунистов Вальтером Ульбрихтом, который после войны станет главой Восточной Германии. 22 января с Гитлером встретились Гинденбург-младший и руководитель президентской канцелярии Отто Майснер. Они хотели своими глазами посмотреть на фюрера. Тот произнес свою обычную речь. Только он один может спасти страну от коммунизма, а без его поддержки ни одно правительство не удержится. И он добавил, это было особенно приятно его собеседникам, что не намерен покушаться на права и прерогативы президента, который остается верховным главнокомандующим. Это были смотрины. На обратном пути Оскар Гинденбург сказал Отто Мейснеру, что слова Гитлера произвели на него глубокое впечатление. И отныне он сторонник назначения фюрера канцлером. А Гитлер считал, что ничего не получается, что его планы рушатся. Герман Геринг с трудом удержал его в Берлине. Гитлер хотел вернуться сюда, в Мюнхен. Он не знал, что фон Папен неустанно работает на него. Марширующие колонны штурмовиков многим казались олицетворением порядка и спокойствия. Хотя среди этого сброда полно было настоящих уголовников. Казалось, единственный разумный выход – отдать власть нацистам. Когда власть будет у них в руках, они сами наведут порядок со своими штурмовиками. Модной стала фраза «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». 23 января Гитлер встретился с влиятельным банкиром Яльмаром Шахтом, который решил, что надо поддержать нацистов. Мир избежал бы ужаса Второй мировой, если бы в Берлине продержались хотя бы несколько месяцев и не отдали Гитлеру власть в январе 33-го. Влияние нацистов явно шло на спад. Время их триумфа миновало. Симпатии избирателей качнулись в сторону других партий. Да и закончился экономический кризис. Экономика Германии в 33-м вступила в фазу подъема. Гитлер спешил избавиться от имиджа агитаторов пивной, которые радуют своих пролетарских поклонников обещаниями экспроприировать крупные состояния. Большому бизнесу он сообщил, что запретит забастовки. Нет необходимости национализировать немецкую промышленность, уверенно говорил фюрер, если можно национализировать народ Германии. 24 января Гитлер и Франц фон Паппен встретились вновь. Фюрер чувствовал себя очень уверенно, решительно всем. В тот момент казалось, что нацисты – самая мощная сила в Германии. Хотя больше 37% голосов в 32-м году они не собирали. Причем 32-й стал переломным. Нацисты стали терять голоса. И именно в этот момент они получили власть. Поддержка Гитлера была скорее выражением протестных настроений, нежели одобрением его программы. Лихие лозунги национальных социалистов нравились больше, чем призывы демократических сил к разуму и терпению. 25 января Гитлер опять беседовал с Гугенбергом. Аграрное лобби, крупные землевладельцы твердо обещали поддержать Гитлера на посту рейхсканцлера. Договорились, Гугенберг займется экономикой, генерал Вернер фон Бломберг возглавит рейхсвер, фон Паппен станет вице-канцлером. Они все промахнулись, не понимая, с кем имеют дело. Национальные социалисты были прежде всего борцами против всего Запада. Многие немцы повторяли, что смертельно устали от навязанной Западом демократии, либерализма, власти плутократов, сейчас бы сказали олигархов, и бездуховности. Модно было говорить, что немецкая душа несовместима с капитализмом, и страна должна идти особым, своим путем. 27 января рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отправил Райнхарда Гидриха в Берлин с особой миссией. Ему было поручено сформировать боевую группу на тот случай, если Гитлер решится брать власть силы. Но нацисты побаивались, что отправленный в отставку генерал Шлейхер может двинуться на Берлин во главе армейских частей. Поэтому Гитлер приказал привести штурмовой отряды СС в боевую готовность. А может быть, нацисты сознательно распространяли слухи о возможности вооруженного противостояния, чтобы надавить на Гинденбурга? Теперь все зависело от президента. 28 января глава правительства генерал Курцвен Шляхер подал в отставку. Президент Гинденбург вызвал себе Франца фон Папена, попросил его еще раз, на сей раз предметно, поговорить с Гитлером о формировании нового кабинета министров. Президент согласился назначить Гитлера канцлером. Ему казалось, что все предусмотрено. В новом правительстве бывший ефрейтор окажется под присмотром и контролем. После обеда Гинденбург пригласил к себе Курта фон Шляхера, который понял, что его время истекло. Шляхер продержался на посту канцлера всего пять недель. Произнес с обидой, я нахожусь у власти так недолго, но меня предают каждый день. 30 января утром Гитлер принес присягу, стал имперским канцлером, ему поручили сформировать правительство. Казалось, ловкая интрига Франца фон Папена увенчалась полным успехом. Нацистов увлекли в правительство, при этом руки у них связаны, полномочия Гитлера ограничены. Кто-то из иностранных дипломатов даже назвал Адольфа Гитлера канцлером в наручниках. Похоже, они совершенно не понимали, с кем имеют дело. Во время прощальной беседы уходящий канцлер Шляхер внушал сменщику, что задача внешней политики Германии – союз с Францией и Россией. Гитлер шепнул Герингу на ухо – я все сделаю иначе. Гинденбург утвердил правительство национального единства, назначил фон Папена вице-канцлером и предупредил Гитлера, что будет принимать их только вдвоем. Помимо фюрера, лишь два нациста вошли в кабинет. Вильгельм Фрик стал министром внутренних дел, а председатель Рейхстага Герман Геринг – министром без портфеля. Большинство членов кабинета было консервативными националистами. 30 января 1933 года Адольф Гитлер произнес длинный монолог о том, что ему выпала миссия не только спасти Германию, но и возглавить борьбу белого человека за господство в мире. Негры и монголы под руководством большевиков и всемирного еврейства пытаются захватить власть над миром. Его долг – остановить их, совершить величайшую в истории расовую революцию. Русская актриса Ольга Чехова, которая жила в Германии, писала, «Адольф Гитлер был нужен национал-консервативным кругам как застрельщик, как барабанщик в борьбе с коммунистической угрозой. Побарабанят, побарабанят, и его быстро уберут с политической арены». Такие рассуждения приходилось слышать довольно часто. 30 января 1933 один из редакторов газеты «Роте Фане», главного органа Компартии, уверенно говорил, «Красный Берлин хранит спокойствие. Через три месяца и следание останется от этого безобразие. Тогда придем мы, придем и останемся». А ведь Гитлер был, может быть, единственным политиком, который до прихода к власти на каждом шагу кричал, что он сделает со своими противниками. Он заранее предупредил, что будет сажать и уничтожать. Ему не поверили. Предвыборная демагогия. Но он не шутил. Приход Гитлера к власти не был, как принято считать, логическим следствию всей немецкой истории, прусского милитаризма и так далее. Ошибочные представления о том, будто немцы сами выбрали фюрера. У нацистов была самая сильная фракция в Рейхстаге, но они не представляли большинство немцев. Для того, чтобы сформировать правительство, Гитлеру понадобилась поддержка других партий. Ряд влиятельных людей – Гинденбург, Папенш, Лайхер, Гугенберг – руководствуясь собственными интересами, помогли ему вскарабкаться на вершину. Иначе бы он никогда не пришел к власти. Интерес к фюреру в конце 1932 года стал падать. На следующих выборах за нацистово проголосовал еще меньше избирателей. И Адольф Гитлер так бы и остался крикливым вождем оппозиционной партии. Альфред Гугенберг получил обещанный портфель министра экономики и сельского хозяйства. Но он первым перестал быть нужным Гитлеру. Меньше чем через полгода Гугенберг подал в отставку, а его партии пришлось самораспуститься. Через год умер президент Гинденбург, и руки у Гитлера были развязаны. Франц фон Паппин лишился поста вице-канцлера и был отправлен послом в Австрию, затем в Турцию. А Курта фон Шляйхера нацисты в 1934-м просто убили. Противники Гитлера воевали друг с другом и расчистили ему путь. А у них была возможность его остановить. Решительное сопротивление демократических сил выбросило бы фюрера из политики. Борьба с нацистами была бы кровавой. Но это, наверное, лучше, чем 12 лет нацистской диктатуры. 31 января Гитлер набросал обращение к германской нации. Он обещал за 4 года восстановить экономику, избавить крестьян от нищеты, рабочих от безработицы. Формально 30 января в Германии всего лишь сменилось правительство. Вместо одного рейс-канцлера появился другой. В реальности Веймарская республика больше не существовала. Немцы ликовали, и лишь немногие со страхом и волнением наблюдали за новым хозяином страны. Буквально на следующий день все переменилось. Стремительно складывался жесткий режим, в котором не только сопротивление власти, но и выражение сомнений в ее правоте было смерти подобно. Несогласные исчезали, зато число согласных множилось на глазах. Империя рухнула недавно, и не имея привычки к самостоятельности в поступках и мыслях, немцы жаждали надежной, сильной власти, которая избавила бы их от неуверенности и от необходимости самим определять свою жизнь. Даже если они и не разделяли взглядов вождя, то испытывали желание подчиняться. Неповторимая черта национального социализма – обилие послушных исполнителей, готовых подчиниться любому приказу. В стране осталась только одна партия, и народ восторженно за нее голосовал. Когда Германия в январе 1933-го избрала вождем Адольфа Гитлера, судьба страны была решена. Германия отказалась от капитализма и парламентской демократии, пошла своим особым путем. Особый путь привел страну к Третьему рейху, мировой войне и полной катастрофе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова